Ив Онлайн одна из самых масштабных и самых необычных ММО игр нашего времени. Сразу хотим сказать, что Ив Онлайн нельзя рассматривать как просто игру, и её нельзя отнести к какому-то конкретному жанру. Если вы вдруг решили всё-таки уделить ей своё время, то приготовьтесь столкнуться с чем-то необычным и неожиданным, так как Ив Онлайн не похожа ни на одну ММО игру. Перейдём сразу к сути. Ив Онлайн отличается своей масштабностью, и именно эта отличительная способность притягивает и в то же время отталкивает многих игроков. Разберём некоторые особенности Ив Онлайн. Многим, наверное, известно, что играя в Ив Онлайн, вы сможете влиять на экономику игры. Да, это так, но чтобы вы хоть как-то смогли на это повлиять, пройдёт очень много времени. Думаю, что даже не один и не два месяца. Самых упёртых игроков этот факт удержит, а вот людям, которые привыкли к фану и экшену, скорее всего это не понравится. Да и вообще, вряд ли вам одному удастся в корне поменять экономику игры. Ходил слух, что игрокам каким-то образом удалось парализовать систему под названием «ЖИТА». Это основной, так скажем, торговый центр в Ив Онлайн. Так вот, в этом мероприятии было задействовано более 10 тысяч кораблей. Чувствуйте масштаб акции. Так что губозакаточная машина вам в помощь с подрывом экономики в Ив Онлайн. И ещё эта игра очень затягивает своими PvP-битвами. Банальным словом, PvP сражения здесь не описать, так как такого количества участников ещё не встречалось нигде. Многим, наверное, известна битва Северной Коалиции, о которой даже упомянула всем известная игромания. Северная Коалиция удерживала самые жирные места, где добывались самые ценные ресурсы. Но вскоре многим игрокам это надоело, и началось колоссальнейшее PvP-сражение в мире ММО-игр. В этом мега-масштабном сражении участвовало более 50 тысяч кораблей. И длилась эта битва около 6 месяцев реального времени. Да, в масштабности сражения Ив Онлайн имеет неплохие козыри. Сказать, что впечатляет, это ничего не сказать. Сразу же хочется оплатить аккаунт и скорее начать играть. Но всё не так уж и просто. Чтобы достичь определенных высот, вам опять-таки потребуется очень много времени. Поэтому в простонародье Ив Онлайн называют ещё и самой долгой игрой. Ну давайте перейдём к остальным ключевым особенностям игры. Классы. В распоряжении пилотов Нового Эдема огромное количество космических кораблей. От быстрых фрегатов до мощных титанов, предназначенных для решения самых разнообразных задач. Каждый из крупнейших государств Нового Эдема производит корабли всех типов. Тем не менее, их характеристики и спектр применяемого вооружения различаются в соответствии с военной доктриной того или иного государства. Корабли используются для ведения боевых действий, добычи полезных ископаемых в астероидных поясах, перевозки товаров, демонтажа ценных компонентов из обломков других кораблей и даже для изучения технологий давно забытых цивилизаций. А пилотирующие их капсулеры по праву считаются элитой среди населяющих Новый Эдем людей. Поэтому, прежде чем начать играть, вам необходимо хорошенько определиться, в какой сфере будет уютней. Ибо неверный выбор класса корабля ничего хорошего не сулит, так как играя за боевой класс, будут напряги с финансами. А играя за добытчика или исследователя, вы ощутите на себе всю сокрушительную мощь боевых кораблей и, соответственно, скудненькое вооружение не позволит вам дать достойный отпор врагам. Скиллы и умения В онлайн уровень персонажа не зависит от его класса. Вместо этого существует огромнейшая система умений. Игроки выбирают скиллы из огромного их разнообразия. Каждое свое умение вы можете развить до пятого уровня. Причем каждый уровень имеет свои подуровни. Персонажи начинают игру с умениями, которые были выбраны для них на этапе создания. Кроме того, они могут купить специальные наборы. КИДС – развивающие умения, которые продаются так же, как и любой другой предмет потребления. Далее они подключаются к нервной системе персонажа и начинают работу. Такие наборы сильно отличаются друг от друга как по цене, так и по доступности. Персонаж может иметь неограниченное количество этих наборов. В онлайн изучить все умения почти невозможно. Продвижение в умении, в частности на высоких уровнях, требует долгого времени. А новые умения вводятся в игру по мере ее роста. Расчеты показывают, что для тренировки всех умений до максимального уровня потребуется около трех лет. Хотя возможность обучаться, когда вы находитесь не в игре, поможет вам немного ускорить этот процесс. Умения наделены рядом функцией. Они определяют типы кораблей, оружие и оборудование, которые персонаж может использовать. Умения также могут влиять на эффективность использования оборудования. Более того, умения дают персонажу доступ к определенным продвинутым возможностям игры, начиная от разработки улучшенного вооружения, заканчивая управлениями корпорацией, заводами и так далее. Большинство проигранных битв приводят лишь к разрушению корабля, а пилот остается плавать в капсуле. При этом он может вернуться на станцию, где есть другой корабль. Если у игрока нет запасного корабля страховой корпорации, ему будет предоставлен стандартный стартовый фрегат. Для того, чтобы убить персонажа, нужно разрушить его корабль и уничтожить капсулу. Последствия уничтожения капсулы гораздо серьезнее, чем уничтожение корабля. Если капсула разрушена и персонаж убит, он появится снова в виде собственного клона. Качество вашего клона определяется тем, как много очков умений он удержит после активации. Игру вы начинаете с очень простым клоном. Продвинутые игроки следят за своими клонами и поддерживают их способности. Поэтому в случае смерти в капсуле они не тратят время на повторные тренировки. Когда ваш клон активируется, и у вас больше очков умений, чем он может иметь, процент лишних очков теряется. Это значит, что вам придется прокачивать умения заново до прежнего уровня. Простым языком, если убьют вашего пилота, а клон ваш не прокачан, пиши пропало. Бывали случаи, что несколько месяцев проведенных в игре шли коту под хвост. Так что не забывайте про своих клонов, ибо чревато нервными срывами как минимум. Еще хочется акцентировать внимание на том, что EVE Online довольно-таки сложная игра. Но, как говорится, знание и труд все перетрут. Поэтому EVE Online с самого начала игры не откроет вам все свои козыри. А чтобы получить колоссальное удовольствие от игры, ее нужно досконально изучить. А на это уйдет, мягко говоря, немало времени. Система квестов, а лучше сказать миссии, развита весьма неплохо. А если учитывать тот момент, что эти миссии являются основным источником доходов для многих игроков, то миссии более чем нужны и весомы в EVE Online. В игре присутствуют три основных подтипа миссии. Миссии агентов, миссии исследования, миссии курьеров. Миссии агентов легче всего для новичков, а исследовательские труднее всего. Поэтому новому игроку мы усиленно рекомендуем в первую очередь из трех разновидностей выбрать миссии агентов. Потому что они не только самые легкие, но и, как правило, приносят самую большую прибыль. Обучающий агент, который приветствует вас в мире EVE Online, представит вас второму агенту, как только вы выполните обучающие миссии. Вы можете использовать этого второго агента или поискать для своей работы другого. Агенты связаны с отдельным подразделением корпорации. Тип миссии, который может предложить агент, зависит от части корпорации агента и его подразделения. Все агенты могут выдавать смесь из боевых и курьерских миссий. Агенты, работающие на армию, службу безопасности корпорации или подразделение безопасности внутри корпорации, чаще дают боевые миссии. Агенты в отделении исследования и разработка, соответственно, дают исследовательские задания, но только тем, кто работает с ними над исследовательскими проектами. Ну и курьерские миссии. Такие миссии потребуют от вас перевести один или несколько предметов с одной станции на другую. Если на вашем корабле не хватает свободного места, чтобы хранить предмет, появится предупреждающее сообщение. Вы можете делать столько перелетов, сколько вам нужно, но потеряйте бонус за время, если слишком затянете. Удостоверьтесь, что ваш корабль подходит для транспортных перелетов, и всегда проверяйте карту, прежде чем принять миссию, чтобы получить представление, сколько времени она у вас может занять. Ну что ж, подведем итог. О чем смогли вкратце и поверхностно сказать? О том и сказали. И это лишь самое основное, самое малое, что можно было рассказать об Ив онлайн. Нет такого игрока, который смог бы систематизировать все знания, весь опыт игры, все фишки проекта. Их бесконечно много. Осваивать Ив придется долго, скрупулезно, постоянно останавливаясь и пересматривая журнал задания, чтобы понять, чего от вас хотят. Чтобы добиться успеха, нужно много терпения и выдержки. Чтобы стать ветераном, нужно побывать в самых горячих точках космических систем. Несколько раз умерев при стычках и снова возродиться. Чтобы стать более ученым и познать истину. Потерять десяток кораблей в битвах и купить сотню. Стать промышленником или легендарным путешественником, бойцом корпорации или жестким пиратом. Только вы решаете, какую стезя вам выбрать. И эта вариативность является главной отличительной чертой Ив онлайн. С вами был ММО ТОП. Всем удачи и увлекательнейшего покорения космоса. Пока!